Радио Минск. Объяснительное. Прекрасная возможность у людей, кому небезразлично жизнь водевиля современного, посетить водевиль подлинной истории поручика Ржевского. Живет ли жанр сейчас? Расцветает ли он? Специалисты, водевили-веды, вам ответить на этот вопрос. Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг взялись за водевиль, я думаю, живет еще. И можно будет посмотреть этот прекрасный, веселый, легкий водевиль 13 апреля в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Красиво. Но для того, чтобы получить этот пригласительный, вам прямо сейчас нужно будет поучаствовать в нашей рубрике «Объяснительное». Наши друзья из МЧС будут объяснять некоторое слово. Из своей профессиональной деятельности возможно, но не обязательно именно со стороны профессиональной деятельности. Что-то они могут и из каких-то других сфер жизни взять. Но вам нужно будет внимательно послушать их объяснение. И как только догадаетесь, что за слово было объяснено сотрудниками МЧС, вам нужно это слово на 9240 прислать в виде смс-сообщения. Не нужно дожидаться окончания объяснения. Вы как только догадались, сразу отсылайте, окажетесь первым правильно ответившим, получите пригласительный на водевиль. Ах, водевиль. Да, подлинная история поручика Ржевского. Итак, 9240, что это за слово? Тут можно много говорить. Часто у машины можно заметить это явление. Вот растаманских штук, заканчивая какими-то непроходимыми зонами. Ассоциация, что это просто бездна пропасть. Ты заходишь туда, как в бесконечность идешь. Вейперы любят выпускать его, придумывать всякие прикольные штуки с ним, трюки. Он выше крыши и ловчее мыши. Также от кальяна. Он бывает в сигаретах с ментолом, а еще у тютчего он сладок и приятен. Говорят, что этого не бывает без огня. Вот тут вот да. Ну, насчет вейперов это просто визуально, да, кажется. Но это мнение каждого человека лично. Мы же поэтому и спрашиваем у людей, как они видят это. Вот, поэтому вот глазами конкретного человека. С точки зрения физики, да, это абсолютно разное явление. Что у вейперов, что мы загадывали. Но с визуальной точки зрения можно не отличить. Особенно сейчас такие аппараты, что действительно хочется иногда МЧС вызвать. Да-да-да. Думаешь, что это? В общем, 9240, ваше предположение. Ждем на этот короткий номер. Первый правильно ответивший получит пригласительный. Загадывали мы слово и попросили это слово описать наших друзей из МЧС. Слово это было дым. Дым. Дым, да. Там про вейперов вспоминали. Кто-то говорит, что парк, кто-то дым. Ну, по старинке называют это все. Поэтому, ну, на усмотрение человека, который объясняет. Мы сейчас еще раз послушаем, как сотрудники МЧС объясняли слушателям Радио Минск слово «дым». Само слово при этом не называя. А потом узнаем, кто же был первым правильно ответивший. Сейчас ничего никуда присылать не надо. Просто слушаем, как объясняли слово «дым». Тут можно много говорить. Часто у машины можно заметить это явление. Вот растаманских штук, заканчивая какими-то непроходимыми зонами. Ассоциация, что это просто бездна пропасть. Ты заходишь туда, как в бесконечность идешь. Вейперы любят выпускать его. Придумывают всякие прикольные штуки с ним, трюки. Он выше крыши и ловчее мыши. Также от кальяна. Он бывает в сигаретах с ментолом, а еще у Тютчева он сладок и приятен. Говорят, что этого не бывает без огня. Только от сотрудника МЧС можно в одной фразе услышать цитату из песен группы Нэнси и цитату от Тютчева. Настолько разносторонние люди. Спасибо им за объяснение. Нашим слушателям спасибо за правильные ответы. Но первым слово «Дым» в нашей студии, на короткий номер 920, прислал слушатель или слушательница, чей номер заканчивается на 722. Мы вас поздравляем. Вам достается пригласительный на ВДВИЛЬ. Реальная. Или как-то настоящая. А, подлинная. 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 Забыл это слово. Подлинная история поручика Ржевского. Мы сейчас послушаем The Quar Boys. А через 12 минут в эфире Радио Минск. Новости. Новости Минска, Белоруссии и там из мира, из всего, везде. По чуть-чуть, но самое главное.